Нелепулины бяншет, братья, Начайте новыми словесы повести Не о полку Игорева, А о городах славянских славных, Городах на землях дальних, голландских, Начать с шестьдесятой песни По былинам хроникам того давнего времени И по замышлению баяни. Здравствуйте, друзья! Увлекшись изучением голландского языка, я к своему искреннему удивлению обнаружила, что у славянского и голландского языков общие корни, и что древние голландцы многие столетия назад говорили с нами, славянами, на одном языке. Целая серия фильмов на тему «Голландцы – это Иваны, позабывшие свое родство» можно найти на моем канале «Ольга Ратурдам. Правдивая история». Сам собой напрашивается вопрос, если древние голландцы говорили на древнеславянском языке или на его диалекте, то они должны были и проживать на этих территориях. То есть, от них должна была остаться память в топонимах данной местности. И решила я первонаперво разобраться с названиями городов. Какие же потрясающие открытия меня ожидали уже на первом, предварительном этапе моего исторического расследования. В свое время меня зацепило большое количество городов и местечек в современной Германии, имеющих отчетливый славянский след в наименованиях. Но это и понятно – там жили славянские племена. В 19 веке чешский ученый Шимбер нашел около тысячи славянских названий рек, гор, равнин и местечек на карте Австрии. Его работа «Западные славяне в древности» 1860 года посвящена доказательству того, что славяне были коренными, а не пришлим населением Центральной Европы. Исследуя крайне западные топонимы территорий, называемых Европой, я убедилась в выдвинутом новейшими историками тезисе – река Эльба на сломе эпох являлась внутренней рекой, проходящей по центру славянских земель. Другими словами, река Эльба являлась срединной рекой славянских территорий, а никакой не границей между так называемыми германцами и славянами. Ну, к слову, никаких германцев вообще не было, а о том, кем были германцы на самом деле, будет мой следующий фильм. «Сейчас я приведу вам неоспоримые документально засвидетельствованные доказательства проживания славянских племен на территории современной Голландии». Никакой отсебятины, только задокументированные факты. Начав свое изучение происхождения названий нидерландских городов с города Утрихта, я сразу попала в яблочко. Устраивайтесь поудобнее. Утрихт – четвертый по величине город в Голландии. Считается, что город возник на месте Римской крепости приблизительно в 50-х годах нашей эры. Это была чрезвычайно удобная стратегическая точка в центре голландских земель – в среднем течении полноводной широкой реки Рейн. Латиняне вообще решили оградиться от так называемых варваров рекой Рейн, превратив внутреннюю реку в пограничную. Они устроили вдоль реки мощнейшую укреплению. При этом римляне постоянно нападали и захватывали пограничные земли свободных племен. Кровью, принуждением и строительством укрепрайонов столбили они за собой приобретенные в войнах, насилием и грабежах земли. А вот отсюда, друзья, удвойте внимание. Археологи установили, что поселение на месте Утрихта существовало задолго до прихода туда римлян, уже 1800 лет до нашей эры. Был найден потрясающий артефакт времен Бронзового века, предмет, похожий на лезвие меча и названный Звардфан Ютфас, меч Ютфаса. Таких, к слову, найдено уже целых шесть на территории Нидерландов, Франции и Британии. И все они идентичны. Меч датируют 1800-1500 годами до Рождества Христова, когда Римом еще даже и не пахло в мировой истории. Повторюсь, когда Рима и близко не было на карте Италии, в Утрихте и по всей Западной Европе жило высокоорганизованное, высококультурное население, изготавливавшее изящные клинки. И вот тут, несмотря на то, что любая информация о славянах на территории западноевропейских земель нещадно уничтожалась и продолжает замалчиваться, до нас доходит сведение о том, что когда-то город Утрихт имел иное название, а именно Вилтенбюрг, город Вилтов, Вилетов. О том, что Вилты и Вилеты были славянского рода племеней, соглашаются все голландские хронисты, упоминавшие о них в своих трудах. Существует свидетельство множества авторов, утверждающих, что до Утрихта этот город назывался Вилтенбюрг. Я остановлюсь здесь на трех наиболее интересных, на мой взгляд, доказательствах. Из сохранившихся хроник самое старое упоминание названий Вилтенбюрга было упомянуто около 730 года англосаксонским монахом Беда или Беда. Он говорил о том, что это очень известная крепость и принадлежит она Вилтон, Вилетам. Еще одно древнейшее упоминание Меллис Штока, голландский писатель 13 века, записал приблизительно в 1300 году в своем труде «Райм-хроник фан Холланд», голландская хроника следующая, цитата «Под Наймегеном живут Недерзасен, мстящий сильный народ, живут в своей столице Вилтенбург». Информация доступна в Википедии на слово «Вилтенбюрг». Гогол-переводчик вам, друзья, в помощь. Вот еще информация от Франца «Фан Мирис», источник «Керкелька Хистории» и «Аутхейден Держейвен Фер Эйних Те Провинцы», издательство 1726 года. Он пишет «Вилтенбюрг происходит от славянского народа, зовущегося Вилтами». И далее. Вилеты и славяне в те времена сели вдоль, ну или по обе стороны Рейна и дали имя городу Вилтенбюрг. Взяли и за хорошую монету застолбили место. Последнее является идиомой и может также означать «застолбили место, за которое брали хорошие деньги», так как Рейн являлся важнейшим водным потоком данного региона, где велись торговля, перемещения, рыболовство. Но для славян река не являлась межой. Они заселяли весь бассейн реки. О важности поселения славянских племен вдоль реки Рейн я упомяну еще раз ниже. Во фрийских сагах сохранилась интересная легенда. Король Радбот или Редбалт пообещал Одину построить новый город, еще лучше, чем Вилтенбюрг, и назвал Валайвон Вартна. В польском и южно-русском языках Варта есть караум, стража, охрана. В древнерусском варите означало беречь, а варяти – предварять встречать. А еще существовало славянское племя Варны, но о них подробнее попозже. Сейчас же еще несколько слов о Вилтах. Вилты, они же Вилеты, они же Вениды, они же Венеты, они же Венеды – славянские племена, ветви одного рода, жившие от Атлантического океана до скифских земель. На это указывают помимо Цезаря и ряд других античных авторов – Прокопиус, Тацитус, Фридегари, Увериус. Венеды – один из самых загадочных народов, когда-либо населявших европейские земли. Сведения о нем будто стерты из официальных хроник или убраны в самые дальние уголки старинных европейских библиотек. О Венедах сегодня известно немного. Вели бесконечные войны, строили города. Например, своим появлением Венеция, Падуя и Рига обязаны Венедам. Некоторые считают, что таким образом античные авторы обозначали в дальнейшем всех славян. Ведь есть обозначения Венедов или Венетов, известные еще с античных времен. Они встречаются где-то с первого века нашей эры. А вот еще фразы старейшей хроники 1716 года. А вот что пишет о Вилтах историк Ян Вагенар в своем глобальном труде «История Отечества» от 1749 года. Полагаю, друзья, вы вряд ли читаете представленные мною скриншоты, поэтому зачитаю вам оригинал, чтобы вы прочувствовали историческую хронику 1749 года, так сказать, изнутри, в оригинальном написании. Ну, примите во внимание мой рязанский акцент. Оно эти westgotы были в том, что еще и другие волки, как Герулы, Склафы, Венетты, Венеды, Вилты и деклянья. Перевод. Среди этих westgotов, захвативших Европу, находились также и некоторые другие народы, такие как Херулены, Склавы, Венеты или Венеды или Вилты и тому подобное. То есть автор не различает эти племена, для него они есть суть одной. А дальше удвойте, пожалуйста, внимание. Вот это да! Из этого отрывка следует, что в Голландии существовал еще один славянский город. Современный город Флардинген, провинция Южной Голландии, когда-то назывался Слаффенбюрг. Слаффенбюрг, то есть город славян. Ян Вагенар не отрицает факта, что на этих землях проживали славянские племена. Но это еще не все. Читаем труд Яна Вагенара дальше. Также в источниках X века можно прочесть о прославленном торговом городе в Устье Масс. Копстад Анденум, Монт Дер Мазе, называемом в честь или по имени этих Вилтов Вилетов. Так это ж просто обалдеть можно. Был еще не просто город, а кроме того был прославленный торговый город Вилтов в Устье реки Масс. Ну где два славянских названия, там и три, а где три, там и шесть. Если автор данного исторического труда Ян Вагенар, ссылаясь на других, более ранних авторов, позволяет сказать, что эти территории, ну по меньшей мере при Вестготах, были заняты славянскими племенами, то нам сам Бог велел искать дальше славянские корни в топонимах голландских городов, местечек и рек. Присоединяйтесь, друзья. Кто ищет, тот всегда найдет. Рада буду знать ваше мнение в комментариях. А вот что я еще нашла о славном голландском городе Слаффенбюрг. Источник – книга Герарда фан Спан «Безхрайфенга Дерстад Роттердам» 1713 года. Перевод книжки почти дословный. Цитата. Кроме того, хотят энтузиасты, чтобы этот старый флардинген, что 500 лет назад погиб от морской воды, этот старый флардинген основан кайзером Клавдием рядом с крепостью, называемой Слаффенбюрг. Эта последняя была построена 900 лет до Рождества Христова. Великанами. Во времена, когда Самуил правил в Израиле. Посему хотят люди, чтобы этот Слаффенбюрг, сегодня замок Оустборн, по старой традиции, теперь еще должен подтвердиться. Голубим цветом выделены места, трудно читаемые в тексте. Из этого кусочка эхо из далекого прошлого нам важно следующее. Город славян был построен за 900 лет до Рождества Христова. Рима нету еще и в памяти. Город был построен великанами фан-де-рэжен. Удивительное уточнение, не правда ли? Имя поселению дали давно, и имя это Слаффенбюрг. Город славян. Не город рабов, как само название, а город славный. В голландской книге 1713 года в названии города используется буква А, но не О. Слаффенбюрг, в раннем варианте с двумя А, что указывает на то, что название переделано вероятно из слова Слаффен, что косвенно указывает на то, что помимо Сло-вян существовали и Сла-вяне. Но последняя тема для иного исследования. Последнее, что нам может быть интересно из книги Геррарда фан Спан, это то, что город 500 лет назад, это значит приблизительно в 1200 году, был разрушен и мыт смыт страшным наводнением. Вероятно, с того времени, несмотря на желание энтузиастов вернуть городу прежнее название, отстраивающееся заново поселение стало именоваться Флардинген. Вот так, под шумок, невзирая на протесты, славянское название города в XIII веке было затерто и забыто. К слову, археологи установили, что первые поселения на территории Флардингена появились 5900 лет назад. Интересно, что расстояние от Вилтенбюрха до Слаффенбюрха по голландским меркам не близко, но на самом деле смешное. От Утрихта до Флардингена 71 километр. Это 14 часов пешком или 4 часа на железном коне, велосипеде. То есть два славянских племени, склавы и велеты, жили в непосредственной близости друг от друга, ну, каких-то 4 часа на телеге. А что же прославленный торговый город в Устье Мас, названный в честь или по имени этих Вилтов-Ветламов, о котором еще можно было прочесть в источниках X века? Считается, что при римлянах 2-3 век Устье реки Мас выглядело иначе. Сегодня эта местность является дельтой, образованной слиянием рек Мас и Рей. Результатом этого является образование множества островов, рукавов и ответвлений, а также каналов, образующих единый поток, который на своем протяжении может несколько раз менять название. Две тысячи лет назад реки Рейн, Старый Рейн и Мас имели каждое свое Устье. Причем Устье Мас было широким и глубоким, что делало ее удобным местом для гавани и большого торгового города. Картинка слева реконструкция, вверху Рейн, внизу Мас. Считается, что римляне называли эту местность в Устье Маса Хеленю и однажды упоминали это в документах в следующем контексте. Клиний пишет в своих натуралисхистория следующие. Цитаты. Устье Маса Хеленю и Флеву, между которыми находятся острова Батава. Ух ты! Вот не знаю, до какой степени правдоподобно воссозданная карта Устье реки Мас 2 века. С количеством рек и речушек в этой местности на рубеже эпох есть определенная неразбериха. Но мы уже знаем, что в Устье реки располагался славянский город, названный в честь Вилтов Ветламов. Из чего вытекает, что Батавы, жившие на этих же территориях, еще во времена римского вторжения, могли быть добрыми соседями, преемниками, родственниками, основателями города или были ими самими. То есть есть одно. Батавы, от которых ведут свою родословную голландцы, жили на тех самых землях, где в древности стоял славянский город Вилта. Славяне были храбрыми и бесстрашными людьми, но отнюдь не дикими. О том, что Вилты и Венеты имели большие и хорошо укрепленные города на побережье Атлантического океана, свидетельствует римский тиран Цезарь в своих гальских войнах. Венеты во время подготовки к войне с римлянами укрепили города, свезли в них провиант и стянули в одно место, около залива Морбиан, как можно больше кораблей. У них был флот, превосходящий количество римских кораблей, свидетельствует Цезарь. Что еще удалось узнать о городе Вилтов-Витламов в устье реки Масс? Обратимся к книге Яна Смитса 1824 года издания о старинных городах и первом поселении в ранней истории Южной Голландии. Он пишет следующее, титата. И, наконец, Витлам или Витланд, город на восточных дюнах острова Гудереде, впоследствии в 837 году датчанами разрушенный. Гудереде сегодня местечко с двумя тысячами жителей, располагающейся в дельте рек на острове с тем же названием в провинции Южная Голландия. Ну, можно сказать, что приблизительное местонахождение города Вилтов мы установили. Но от самого города не осталось и намека. Вроде как здесь была римская крепость, кто бы в этом сомневался. Потом этот город, подпавший под папско-католическое влияние, разорили ненавидевшие Рим норманы в 837 году. А позже, после очередного наводнения, город окончательно сгинул под натиском волн Северного моря. А память о нем была затерта неблагодарными потомками. Откуда известно, что город был затоплен? Эту информацию я подчеркнула из журнала «Де Гитс» 1859 года. Нас интересует следующая фраза. Что касается Вилтлам или Витлам, то он является единственным доказательством того, что вышеназванный народ мог здесь проживать. Ох уж эти неблагодарные потомки! Немаловажно, но в этом же журнале «Де Гитс» от 1859 года говорится о том, что в источниках прошлых лет упоминается о еще одном славянском народе, ну или племени, проживавшем на территории Нидерландов. Речь идет о Варнах. Варнен оф Варненс. Справка. Варны – западнославянское племя, входившее в состав союза Бодричей. Племя жило вдоль берегов реки Варнов в Мекленбурге. Существует предположение, что название реки имеет славянское происхождение и означает «Воронье». Давайте обратимся к журналу от 1859 года. Цитата. При ближайшем рассмотрении оказывается, что существование нахождения Варнов на этих землях основывается только на именах деревень Варманд и Варнсфелл. И из рассказа Прокопия. Идем далее. Цитата. Прокопий мог это хорошо знать, так как он свидетельствует. Они жили, стало быть, достаточно близко друг от друга, эти Варны и Франки, так что последние знали, что делали первые. Выше приведенная выдержка из Прокопия указывает на то, что славянские племена, вопреки устоявшемуся мнению, жили далеко за пределами, так сказать, «исконных» в кавычках славянских земель, но, правильнее сказать, земель, отведенных им хисториками, хитрыми историками. Они соседствовали с Франками, то есть обитали вплоть до берегов Атлантического океана. Что касается деревень Варманд и Варнсфелл, о которых упоминается в журнале, они существуют до сих пор, первая в провинции Южная Голландия, вторая в провинции Гелдерланд. Но, что характерно, в современных источниках нет ни слова о варнском славянском происхождении данных местечек. Зато есть мало информации о римских покорителях. Обратимся к Иоанну Питеру Аренду, общей истории родины с ранних времен до нашего времени, 1840 год. Цитата. Вернов или Варнов надо искать в середине исхода или течения реки Рейн. В названии деревни Варманд сохранилось их имя. А далее Иоанн Питер Арен пишет, «Склавы» и «Венеты» или «Вилты» обосновались в Южной Голландии и Утрехте. Слаффенбюрг, Вилтенбюрг и, возможно, Виттламбусти Масса сохранили имена этих племен на долгое время в Нидерланды. Все становится потихоньку на свои места. Это сооружение – древняя крепость, сегодня восстановленная немцами. Звучит невероятно, но этот город принадлежал славянам. Славенбург-Раддуш – это нынешнее название крепости. Но давайте еще раз вернемся к историку Яну Вагенару – «История Отечества от 1749 года». Он упоминает об еще одном славянском поселении в Голландии. Цитата. «Возможно, город Вилтсфейнен в Райнланде также указывает на имя этого народа». Давайте сначала разберемся, что такое Райнланд. Райнланд в голландском понимании – это территория, лежащая вокруг вдоль реки Старый Рейн – Аудерань. От Северного моря до Утрихта, в основном в провинции Южной Голландии. Другими словами, это вся центральная часть Нидерландов. На этих землях проживало племя или племена Вилтсфейнен. От города Вилтсфейнен осталось, увы, только название. Он стер с лица земли и из памяти потомков. Это приблизительное расположение города Вилтсфейнен. Вот еще одна выдержка из Герард фан Лонн 1750 года. Цитата. Другая часть этих склавов, в отличие от тех, кто поселились в районе Флардинген-Слаффендург, примечание автора, под удивительными именами Венеты, Виты или Вилты, верю я, поселились в и около Вилтсфейна, где Вилты свои города имели. Итак, Вилтсфейнен, располагавшийся некогда в течении реки Рейн, тоже являлся славянским городом. Давайте сделаем выводы и расставим акценты. Из вышеуказанных достоверных голландских старинных источников явствует, что на территории Нидерландов проживало как минимум пять племен, относящихся к славянскому роду. Вилты, Вилеты, Венеты, Виты, Склавы, они же славяне, Вармы. К удивлению, оказывается, что они проживали по всей территории так называемой Европы. Достоверно известно также о шести поселениях, основанных славянами на территории современной Голландии. Это Вилтенбюрг, современный город Утрехт, город Вилтен или Витлам в устье реки Масс, Слаффенбюрг или Склаффенбюрг, современный Флардинген, Вилтсфейнен в Райнланде, деревни Варманд и Варнсфелд, ну и стоит упомянуть о мифическом городе из фрисской саги Варманд. Славянские племена пришли на эти земли якобы вместе с Готами. Но основанный еще в 900 году до Рождества Христова город Слаффенбюрг, ныне Флардинген, указывает на то, что славяне жили здесь с незапамятных времен, о чем говорят к слову и археологические раскопки курганов в провинции Гелдерланд и ДНК исследований местного населения, о чем я уже упоминала в своем фильме «Европейцы-потомки славян». А вот с Готами пришли славяне-освободители, освободители от римского засилья, террора и рабовладельческого мировоззрения. А с ними пришла, да, очередная волна поселенцев. Причем славяне силились очень грамотно вдоль главных дорог данной географической территории, широких и полноводных рек Рейн и Мас. Основная торговля с континентальной Европой шла через их руки и заканчивалась в дельте рек Рейн и Мас, в славном торговом городе Вилтам, откуда торговые корабли шли дальше на север или в Британию. Итак, мы насчитали шесть реально существовавших населенных пунктов Голландии, которые, согласно древним хроникам, имели славянские названия и происхождения. Пять из этих известных пунктов лежали по берегам реки Рейн. Это указывает на тот факт, что, как и река Эльба, Рейн изначально не был пограничной рекой, а был внутренней рекой славянских племен, освоившихся на данных территориях. Наши предки селились в бассейнах рек по главному стволу и притокам и контролировали ее на всем протяжении. Они прикрывались рекой, как пограничной межой, как это делали латиняне. Вот почему римлянам было так важно захватить и удерживать территории, прилегающей к Рейне. Именно вдоль этой реки демократы, в кавычках, от рабовладельческого государства, устроили свою пограничную зону, лемы, отделив межой славян, оставшихся на оккупированных территориях, от тех славян, которых они оклинили германцами. О том, что вышеназванные славянские племена присутствовали в крайне западной Европе и не только в Голландии, говорят названия ряда европейских поселений. Я сделала сводную таблицу по Голландии, Бельгии, Германии и Британии, в которой собрала некоторые города, начинающиеся со слога «Вилл», «Вилт», «Велт» или «Вит». Вот что пишет британец Томас Шора в своем труде «Происхождение англосаксонского народа» 1906 года издания. Цитата. «Не скажешь, что существуют свидетельства заселения всего Вилтшира людьми, происходившими от Вильза, но весьма вероятно, что некоторыми ранними поселенцами в тот период были исконные вильцы». В Англии существовали племена, называемые «Восточные вилла» и «Западные виллы». Итак, славянские племена вилтов-вилетов основывали свои поселения и на землях Британии. Ничто так не воодушевляет, как ответственность перед родом. Это дивно осознавать, что ты жив, потому что твой род никогда не прерывался. От самого возникновения мира людей до сего дня твой ген жил, боролся и борется. И тогда понимаешь, что пока ты не продлил род, ты не оставил свой след и след своих предков на этой земле. Смерти нет, пока жив, род. Смерти нет, пока жив, род.